Компания Сахаэнерго сообщает о готовности к зиме. Стратегическое предприятие обеспечивает электроэнергией 23 отдаленные северные и арктические районы. Сюжет Юрия Осипова. В ходе подготовки к зиме на объектах Сахаэнерго выполнен капитальный ремонт водогрейных котлов, трансформаторов, а также отремонтированы тепловые сети и линии электропередачи. Большой объем работ проделан в ремонте дизельного оборудования. Достаточно сложный был завоз топливно-энергетических ресурсов в связи с низкими уровнями воды в верховьях реки Лена. Несмотря на это, все топливо, подлежащее завозу Сахаэнерго завезло своевременно в установленные сроки в соответствии с заранее разработанными планами графики. Абыйский район, где обрушилась снежная стихия и метели, полностью обеспечен дизельным топливом до следующего автозимника. Топлива у нас хватит до октября-ноября месяца 2017 года. По открытию автозимника начнем завоз топлива на наслезные дес. На сегодняшний день, до февраля месяца, все населенные пункты топливом обеспечены. Для экономии дорогостоящего дизельного топлива Сахаэнерго активно строит солнечные электростанции. Совсем недавно в селе Верхняя Амгал Данского района была запущена новая солнечная станция мощностью 36 кВт. Планируем, что данная солнечная станция будет работать в полностью дневном режиме с помощью солнца, то есть с помощью энергии солнца в течение дня, то есть начиная от рассвета до заката. Также после заката она будет вырабатывать электроэнергию с помощью аккумуляторных батарей. Солнечная электростанция рассчитана на выработку 36,6 кВт в год. Ежегодно это позволит сэкономить более 18,8 тонн топлива. В денежном эквиваленте это составит более 800 тысяч рублей. Но в Якутии это не единственная подобная станция. В республике функционирует 14 объектов возобновляемой энергетики. В ближайшее время планируется запуск еще двух солнечных электростанций. Они уже построены и ждут запуска в селах Дольгэй и днях Олегминского улуса. Юрий Осипов, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.